Девушки отдыхают Лишь местная спортсменка Алена Иванченко. На счету победительницы 54 очка. Бронзу получила другая питерская велосипедистка Таисия Черенкова. 26 баллов. До этого успеха 17-летняя Тюменко, уже бравшая золотые медали юниорского оперенства Европы и чемпионата России, выиграла награды в гонках преследования. Главный приз ей принес командный старт, а серебро – индивидуальный. В Челябинске состоялся всероссийский турнир подзюдо среди атлетов до 23 лет. 7 медалей заработала сборная Тюменской области. Алина Сергеева взяла золото, проведя 4 поединка, 3 из которых выиграла досрочно. В большей степени, наверное, это уверенность в себе, опыт. Я не первый год нахожусь первым номером в своей весовой категории. Думаю, это мне помогает. Обладателями серебра стали Шамсудин Умаев, Джавад Гусейнов и Валерия Таратунина. С бронзой вернулись Алена Володченко, Виктория Шнайдер и Любовь Орлова. Если спортсмен и тренер не ездят на соревнования, то считается, что работа стоит. Я думаю, что после Челябинска все встряхнулись. Как видите, настроение в зале хорошее. Тренера все работают, спортсмены все в зале. Хоккейный Рубин Игорь Бабенко грамотно доработал на пятачке. В середине второго отрезка нефтяник организовал зеркальный ответ. Но капитан Тюменсов Денис Ичменев, воспользовавшись точной передачей Никиты Мокина, увел свою команду на второй перерыв при счете 2-1. Далее пошла игра нервов, в которой срыв допустил Камиль Шафаддинов. За грязный прием на Дамире Рахимулине форвард хозяев получил 5 плюс 20, чем сибиряки воспользовались. Алексей Митрофанов преуспел на добивании, а следом Денис Давыдов метким броском завершил индивидуальный проход. Здравствуйте, в эфире новости спорта, подготовленные агентством Тюменская арена. Хоккейный Рубин прервал серию поражений в рамках чемпионата ВХЛ. Составляла она уже три матча и тянуть в том же духе и дальше было уже чревато. И где же еще доказывать свою состоятельность, как не на площадке лидера лиги? В Алиметьевске тюменцы максимально красиво и уверенно разобрались с нефтяником. 4-1. Тюменцы действовали показательно с позиции силы. Они не стеснялись играть первым номером, благодаря чему заметно перебросали соперника. Мало того, сибиряки ничего не позволили создать ведущей тройки нападения хозяев в сочетании братьев Альшевских и Михаила Мокина. Исход встречи решила игра в неравных составах. На последней секунде стартового периода Ярослав Альшевский умудрился схлопотать 4 минуты штрафа, бросив поворотом и задев клюшкой лицо Дмитрия Лютова. В распоряжении тренерского штаба Рубина оказался целый перерыв на то, чтобы разработать тактику реализации этого большинства и нанести ее до игроков. Неудивительно, что отличились гости сразу после того, как вышли из раздевалки. Егор Бабенко грамотно доработал на пятачке. Правда, в середине второго отрезка нефтяник организовал зеркальный ответ. Шайба вонзилась под перекладину от хитро поставленной клюшки Владимира Пешихонова. Но событие это вовсе не знаменовало перелом в матче. Капитан Денис Ячменев, воспользовавшись точной передачей Никиты Мокина, увел свою команду в раздевалку при счете 2-1. Игра тяжелая для нас четвертая, как она не крутилась через 2-3 дня. Все равно это накладывается. Ну, видно, что Рубин более, ну, играет атакующий, чем мы. Нам стоит только добавлять. А далее пошла игра Нирова, в которой срыв допустил Камиль Шиафадинов. За грязный прием на Дамире Рахимулине форвард хозяев получил 5 плюс 20. Чем тюменцы воспользовались сполна. Алексей Митрофанов преуспел на добивание. А следом Денис Давыдов метким броском завершил индивидуальный проход. 4-1. Рубин в отличном настроении отправляется на реванш в Подмосковье, где в следующем туре команду ожидает встреча с Динамо. Несмотря на поражение, нефтяник сохранил за собой первую позицию турнирной таблицы ВХЛ. Однако обойти его уже в ближайшее время сможет Ханты-Мансийская Югра. Что касается тюменцев, то они снова поднялись на седьмую строчку. В активе Рубина 30 очков, но заметно меньше проведенных матчей, чем у основных конкурентов. Югурское золото, уральское серебро и бронза в день рождения сына. В Тюменском центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» стартовал первый этап Кубка России по биатлону среди женщин. Соревнование начал спринт, собравший немало знакомых болельщикам имен. Первое золото сезона с одним промахом выиграла Екатерина Носкова из Югры. Второе место заняла сверловчанка Анастасия Шевченко. По возрасту она может выступать и по юниоркам, но к сезону готовилась, как и Носкова, с основной сборной России. С чистой стрельбой Шевченко уступила победительнице 7,5 секунд. На самом деле могу себе твердую четверку за сегодняшний день поставить, потому что все-таки в спринте нужно стрелять без промахов, так как, ну, наверное, если мы хотим показывать уровень на международной арене, то там нужно только чисто стрелять. Мне очень нравится бегать спринт, тем более в такую погоду, тем более на «Жемчужине Сибири». Я попыталась справиться со стрельбой, мне это получилось, я очень рада. Тройку призеров замкнула тюменка Ольга Мощенкова. Она закрыла все мишени и опередила еще одну сборницу. Югорчанка Анастасия Поршнева с нулем на рубежах проиграла ей 0,4 секунды. Неудивительно, если учесть, что у Мощенковой был дополнительный настрой на медаль. Сегодня была мотивация хорошая, Тиша. День рождения у сыночка, и он поддерживает, когда на дистанции, когда видишь своего ребенка, хочется бежать еще быстрее, терпеть как минимум. До конца. Дебютировала за сборную Тюменской области Татьяна Акимова. Призер чемпионата мира 2017 и участница Олимпиады 2018, последние два года посвятившая семье, показала отменный ход, но дважды ошиблась на рубеже. Она стала пятой, на 24 секунды отстав от лидера. Еще одна тюменка Виктория Сливко вышла на старт, перенеся коронавирус. После карантина она успела провести лишь несколько тренировок, но сумела стать восьмой с одним промахом. Понимаю, что сейчас я далеко от своей формы, даже, ну, я просто даже ни в какой форме, можно сказать. Вот, поэтому с каждой гонкой думаю, что буду потихонечку разбегаться и все будет хорошо. Потому что сегодня действительно с первых метров просто все. Я не помню, когда так было мне тяжело. В рамках первого этапа Кубка России 28 и 29 ноября пройдут пассют и мега масс-старт. В Санкт-Петербурге завершилось первенство России по велоспорту на треке. В заключительный день соревнований победным стартом отметилась Инна Обайдулина из Тюменского района. Среди спортсменок до 23 лет сибирячка завоевала золото в Мэдисоне, в котором выступала в дуэте с местной велосипедисткой Аленой Иванченко. В ходе гонки с 10 промежуточными финишами девушки, которым в отличие от большинства соперниц не исполнилось еще и 18 лет, заработали 46 очков. Обайдулина и Иванченко входили в российский квартет, который в октябре выиграл командную гонку преследования в рамках юниорского первенства Европы. Второе место в Мэдисоне заняли Валерия Галяева и Таисия Черенкова из Санкт-Петербурга. 35 баллов. Бронзу заработали Екатерина Головастова из Московской области и Дарья Малькова, представляющие и первую, и вторую российские столицы. На первенстве страны, которая проходила 6 дней, Обайдулина в молодежной категории завоевала 4 медали. Она отличилась в гонках преследования. Золото взяла в командном старте, серебро в индивидуальном. Также Инна, которая начинала заниматься велоспортом в ЮСШ-2 Тюменского района, стала второй в гонке пачка. Завершили 2020-й на победной ноте. В Челябинске состоялся всероссийский турнир по дзюдо среди атлетов до 23 лет, посвященный памяти призера Олимпийских игр и чемпиону мира Григория Веричева. Семь медалей с Врольского татами привезла сборная Тюменской области. Успешнее всех выступила Алина Сергеева. Воспитанница Центра олимпийской подготовки Тюмен-Дзюдо в категории до 48 килограммов провела 4 поединка, 3 из которых выиграла досрочно. В финале подопечная Андрея Вуколова двумя приемами из Вазаарии взяла верх над Ольгой Борисовой из Санкт-Петербурга. Я думаю, это зависит не только от нас, как суждено, так и будет, но в большей степени, наверное, это уверенность в себе, опыт. Я не первый год нахожусь первым номером в своей весовой категории. Думаю, это мне помогает. Из-за отмены ряда стартов сейчас любые турниры собирают очень качественный состав участников. Вот и в Челябинске соперничали свыше 300 спортсменов. Конкуренция была серьезная. Мы первоначально готовились на чемпионат. Алина, конечно, на Европу. Там не получилось. Ну, поехали на Кубок Веричева в Челябинск. Ну, и там поборолись. Ребята, конечно, все хотели побороться. Ну, в принципе, отборолись. Нормально, конечно, торвение. Народу приехало очень много. 30 регионов. Ну, как бы это, можно сказать, малая Россия была. Еще трое тюменцев дошли в Челябинске до финалов. В весе до 60 килограммов был близок к победе Шамсудин Умаев. Но в золотом поединке он не сумел перетерпеть москвича Малика Кармова. С тренером посидели, проанализировали финал. В принципе, только в конце схватки упал. Вот. Немножко терпения не хватило. Вот. А так, ну, борьба вся шла. Вот. Но неплохо. Джават Гусеинов, выступающий среди атлетов до 100 килограммов, в финале проиграл вологоградскому дзидаисту Льву Саркисяну. Валерия Таратунина в категории свыше 78 в поединке за золото не справилась с представительницей хозяев Анастасией Холодильновой. Бронзу заработали Алена Волоченко, Виктория Шнайдер и Любовь Орлова. Если спортсмен и тренер не ездят на соревнования, то есть как-то считается, что работа стоит. Ну, я думаю, что после Челябинска все стряхнулись. Как бы, как видите, настроение в зале хорошее. Тренера все работают, спортсмены все в зале. Турнир в Челябинске стал последним крупным событием для тюменских дзидаистов в 2020 году. На сегодня у меня все. Еще больше новостей о главных спортивных событиях региона вы узнаете на нашем сайте asmta.ru. До свидания.